Добрый вечер, это информационный выпуск. Сегодня в студии Георгий Плеев. Добрый вечер, это информационный выпуск. Сегодня в студии Георгий Плеев. Возраст, о котором тяжело добираться до амбулатории, а в помощи врача они нуждаются часто. Больше недели у меня высокое давление. Чувствую себя очень плохо. Не стало плохо в 12 часов ночи. Кому в это время звонить? Если бы у амбулатории был свой автотранспорт, то я бы спокойно могла обратиться к врачу. И ко мне бы приехали. По словам заведующей Громской сельской врачебной амбулатории Марины Беченовой, к ней часто обращаются и в ночное время суток. Она вынуждена давать рекомендации по телефону, однако понимает, что важно вовремя посетить больного на дому и сделать необходимые назначения после тщательного осмотра. Очень туго без машины. Пожилых людей очень много здесь. Они сами не в состоянии ходить. И материально не могут что кому-то попросить. Там бензин надо залезть, если кого-то попросить. Машина необходима нам. Частые обращения от жителей сел поступали к депутату парламента Алану Туваеву. Он пообещал в ближайшее время решить данную проблему. Заведующая Громской амбулаторией не раз обращалась ко мне с просьбой о помощи. Я в свою очередь обратился к Анатолию Ильичу. И он нам пообещал, что в ближайшее время предоставить новую машину. Сотрудники данного медицинского учреждения оказывают необходимую медицинскую помощь также и жителям ближайших сел Арцев и Бекар. А это около тысячи человек. Отсутствие медицинского автотранспорта, к сожалению, не единственная проблема сельчан. Однако вопросами занимаются. Некоторые из них на стадии разрешения есть и такие, которые решены. Например, удалось провести воду в амбулаторию. Ватима Чочиев, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Еще один важнейший проект в рамках большого строительного процесса. В здании нового родильного дома активными темпами идут внутренние работы. В родильном доме будут предусмотрены все нормы и требования по современным медицинским стандартам. Строительство современного трестякоечного родильного дома идет полным ходом. Внутри здания уже ведут с отделочной работой. Подходят к концу разводка электропроводки. Сейчас строители занимаются монтажом вентиляционной системы. Завершены работы по укладке кафеля. Можно сказать, работы выходят на финишную прямую. Завершаем отделку. Практически у нас 60% отделки сделано. Даже 70% уже сделано. То есть у нас остались эталинолеум и покрасить стены. И подвал второй этаж поставить, потолкить, устроить, потолкить. Первый этаж потолки на этой неделе добьем. И второй этаж, и подвал. Половина подвала у нас техническая часть, а половина это живая. Параллельно с внутренней отделкой ведутся работы и по благоустройству территории. Укладывается брусчаткой, готовится основание для укладки асфальта. По проекту обег должен быть завершен к концу года. Но, как отметили строители, работы могут быть завершены гораздо раньше. Фасад здания практически готов. На первом этаже родильного дома по проекту будут расположены кабинеты врачей, процедурные кабинеты, смотровые и диагностические палаты. Для современного здания родильного дома закупается оборудование. Ирина Битева, Ринат Медовь, информационный выпуск сегодня. От имени своих воспитанников директор Схинвальской школы-интернат Рулан Тедеев вручил председателю парламента Петру Гасьеву благодарственное письмо. Рулан Тедеев отметил, что добрые дела не остаются незамеченными. Они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. В свою очередь Петр Гасьев подчеркнул, что это письмо займет особенное место в его сердце. У меня есть государственные награды и от президента нашей страны, и от президента Российской Федерации, и от русской православной среды, и еще ряд наград ведомственных всяких. Поверьте, Горгий Соборович, эта награда будет совершенно особое место иметь в моем сердце. Потому что это награда от детей и, по всему случаю, еще и от детей с не самой легкой судьбой. Он всегда для нас находит время и возможность помочь нам, помогает в решении проблем. Он помог нашим детям-сиротам, которые являются нашими выпускниками, обрести свои квартиры. Он посодействовал, чтобы эти ребята получили жилье, помог и обрести генератор. В списке кандидатов-одномандатников от партии Федебеста был назван бывший начальник генерального штаба Министерства обороны Тамерлан Царитов. Как выяснилось, Царитов не знал, что его кандидатура выдвинута от одномандатного округа города Квайса. Более того, он не давал согласия на участие в выборах. Дело в том, что я могу сказать о том, что спасибо Вячеславу Губазу, что он меня внес в свои списки. Но дело в том, что это получается совсем некорректно. Почему? Потому что я с 1985 года только состоял в одной партии, это Коммунистическая партия Советского Союза, и по сегодняшний день я ни в одной партии не состою. То, может, внесены были мои данные какие-то, но дело в том, что моего согласия насчет этого не было. Разговоры были, предложения тоже были. Но согласие свое на участие в выборах, тем более от округа Квайсинского направления, не уважают много умничьих друзей, товарищей, боевых друзей. Но согласия, мое личное согласие в участии в выборах не было. Сам лидер партии Вячеслав Губозов по телефону прокомментировал сложившуюся ситуацию. Мы несколько раз обсуждали этот вопрос с Тамерланом Царицем. Естественно, и в том числе вопрос об округе возникал. Ну, знаете как, наверное, друг друга не поняли. В любом случае, мы считаем, что Тамерлан абсолютно достоин, чтобы быть депутатом парламента. Ну, в любом случае, это его право, значит, выдвигаться или нет. И мы уважаем и его решение, и решение других людей. Это право каждого. В любом случае, мы уважаем право Тамерлана Царицкого на то, чтобы не выдвигаться, то есть не баллотироваться в депутаты. Это партия может выдвинуть человека, но право человека согласиться с этим выдвигением или нет. Еще раз говорю, я считаю, например, что Тамерлан Царицем был очень хорошим депутатом. По поручению Анатолия Бебелова, долгострой в селении Дменицхенвальского района перешел в разряд динамично строящихся объектов. Речь об административном комплексе, строительство которого откладывалось по неопределенным причинам в течение одного десятилетия. Строительство длиною в 10 лет. В селе Недменицхенвальского района приступили к капитальному строительству административного комплекса. Началось все после войны 2008 года. Тогда на этом месте планировали построить здание оттеления милиции Схенвальского района. И хотя стены из красного кирпича были возведены, работы приостановились из-за отсутствия финансирования. В таком состоянии недостроенное здание простояло долгие годы. Жители района судьба стройки очень волновала и не раз обращались к руководству страны при любом удобном случае. Полтора года назад в здании поменяли кровлю. На одной из встреч с местными жителями президент Анатолий Бибилов пообещал, что здание будет капитально отремонтировано. И вот уже в течение недели здесь проводятся строительные работы. В этом году планируют отремонтировать первый этаж. Здесь будут расположены здания местной администрации, отделения милиции и отдел культуры. Там разместятся все административные комнаты, начиная с главы сельской администрации, культуры. И одновременно будут здесь сидеть и наша милиция, участковые инспекторы. На втором этаже планируют построить большой актовый зал, предназначенный для проведения коллективных мероприятий. Со сценой, комфортным зрительным залом, удобной раздевалкой. Одним словом, будут созданы все условия для участников различных торжеств и приглашенных гостей. Мы приступили к работам. И, как вы видите, работы ведутся уже в течение не целой недели. Ведется работа на первом этаже. Мы сейчас на втором этаже. Вот здесь будет большой актовый зал, где население села Дменис и близлежащих сел тоже могут проводить свой досуг. Большие концерты будут здесь. Ну и в будущем у нас совсем другие планы, грандиозные планы. Я думаю, вот эта площадь позволит удовлетворить пруду нашего населения села Дменис. В здании будет функционировать индивидуальная система отопления. Будут созданы все условия для работы. Ануси Икаева – руководитель отдела культуры села Дменис. Каждый день приходит на стройку, чтобы посмотреть, как продвигается строительство. Все жители с нетерпением ждут открытия нового здания. Наконец-то началось строительство клуба. Отдел культуры сейчас работает в непростых условиях. Спасибо большое в первую очередь президенту Анатолию Бибилову. Он пообещал и сдержал свое слово. Уже совсем скоро мы переедем в новое здание. Как уже отмечалось, строительство первого этажа административного комплекса планируют закончить к концу этого года. На это руководством страны выделено 3 миллиона рублей. Второй этаж будет сдан в эксплуатацию в 2020 году. Текина Черткоева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. В Схинвальском лице искусств подвели итоги выставки, посвященной Дню космонавтики. В экспозиции представлены работы воспитанников художественной студии лицея, исполненные в графике и живописи. Было отмечено, что каждая работа достойна победы. В каждой из них подробно изложена тема космоса. Репортаж Стеллы Бязровой. В Государственном лице искусств имени Аксу Колиева прошла выставка работ учеников начальных классов, приуроченной ко Дню космонавтики и к 85-летию со дня рождения первого человека, побывавшего в космосе. Человека, который внес неоценимый вклад в развитие отечественной космонавтики Юрия Гагарина. Гостями мероприятия стали замминистра образования и науки Элиса Гоглоева и руководитель Россотрудничества Сергей Скворцов. Директор лицея Лаврентий Косоев, поприветствовав присутствующих, отметил, что День космонавтики в их учебном заведении каждый год отмечается особо. Мы для младших классов, чтобы поблагодарить их за такое отношение, как к Гагарину, так и к космонавтике. Мы хотели их пожреть и выставить их работы маленькие, чтобы они тоже почувствовали этот праздник. Юных художников поздравил и руководитель Россотрудничества Сергей Скворцов. Он напомнил лицеистам, что в этом году отмечается еще одна знаменательная дата – День рождения Юрия Гагарина. Первым гражданином, человеком Земли, побывавшим в космосе, был именно гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. В этом году он погиб, к сожалению, выполняя тренировочный полет в 68-м году, а так в этом году ему бы исполнилось 85 лет. Слова поздравлений и пожеланий ученики услышали и от замминистра образования Элисы Гоглоевой. Она отметила, что полет Юрия Гагарина в космос – заслуга всего советского народа. После официальной части гости вместе с педагогическим коллективом образовательного учреждения смотрели картины юных художников и выбрали лучшие работы. Отличившимся вручили дипломы и памятные подарки. Специальный подарок за лучшую работу Сергей Скворцов вручил юной художнице Элеоноре Кулумбековой. Очень нравится космос, там очень красиво. И я нарисовала на этой картине голубя, потому что голубь – это символ мира. И я хочу, чтобы не было войны, чтобы все дружно дружили и чтобы всегда было всё хорошо. Дети подготовили художественные работы, написанные маслом, акварелью, гуашью и карандашом. Каждая работа была наполнена энергетикой загадочного космоса. Загадочный и невероятно красивый космос изображён на картинах детей. Глядя на них, так и хочется окунуться в космическое пространство. Каждая работа скрывает глубокую мысль автора. Хочется отметить, что творчество учащихся лицея искусств всегда высоко оценивается. Недавно юные художники получили первые места в конкурсе «Этот загадочный космос», который также был приурочен ко дню космонавтики. Стелла Бязерова, Олим Батеев, информационный выпуск сегодня. В Схинвале состоялся премьерный показ первого осетинского исторического сериала «Рагун», снятого творческой командой под руководством Заура Гопиенко. Сюжетная линия складывается вокруг нашего современника, оказавшегося в прошлом и на себе прочувствовавшего жизнь предков. Главный герой попадает в далёкое мистическое прошлое после встречи с Уастерджи. Прежде чем вернуться в настоящее, ему предстоит пройти множество испытаний. Девятисерийная сага на стадии первой серии. Государственный ансамбль «Симд» с большой концертной программой едет на гастроли в Сочи. Это будет не первое выступление «Симда» перед сочинским зрителем, который был покорён исполнительским мастерством харизматичных осетинских артистов. О том, как трупы ансамбля готовятся к предстоящим гастролям, расскажет Алёна Уттаева. С 25 по 27 апреля госансамбль «Симд» выступит с сольной концертной программой в городе Сочи в Зимнем театре. Сейчас проходит репетиция, танцоры готовят 8 номеров. В преддверии сольного концерта танцоры репетируют по 5 часов. Концертная программа будет насыщенная. Коллектив работает над темностью номерами. Полным ходом идут репетиции мужского хора и оркестра. Это не первая поездка ансамбля в Сочи. Ранее они принимали участие в праздновании Дня города. Сейчас они представят традиционные номера. Жемчужину осетинского национального танца «Симд», «Хонга», «Чежетекафт», «Танец с мечами», «Аланта Кафт», «Лякта Кафт» в обновлённой версии. Сочинцы увидят и новую постановку «Зилга Кафт». Как известно, у осетин есть три главных национальных танца «Симд», «Хонга» и «Зилга Кафт». В нашем репертуаре есть первые два танца, поэтому решили поставить «Зилга Кафт». Балетмессер Коста Джиоте не только занимается постановкой новых танцевальных номеров, но и сам танцует в ансамбле. Сейчас у нас такая проблема. Нет художественного руководителя, поэтому обязанности балетмейстера передали мне. Готовим совместными усилиями танцы. Всё получится прекрасно. Дальнейшие планы ансамбля грандиозны. После приезда из Сочи они начнут работать над новой программой, а также подготовку к юбилею государственного ансамбля «Симд». Алена Отеева Азамат Кудзеев, информационный выпуск сегодня. Ну а сейчас узнаем, какая погода будет завтра. На этом всё. Всего вам доброго и до свидания.